О, Света, Сына, Менеси По имени Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, только что вместе с вами мы услышали частичку Святаго Благовествования, отоповского евангелиста Марка. отрывок, в котором нам говорится об исцелении отрока, который был одержим весом. Господь наш Иисус Христос перед тремя Своими учениками, апостолами Петром, Иаковом, Иоанном преобразился на галерею Поборской. Он молился и показал им Свою Божественную славу. И вот, когда он спускался с Поборской горы, он увидел остальных своих учеников, которые о чем-то спорили с книжниками, народ окружал их, и Господь спросил у них, о чем вы спорите. И вот некто из народа сказал, учитель, я привел сына моего, но твои ученики не могли его исцелить. Если что можешь, помоги нам. И вот, друзья и сестры, Господь говорит этому несчастному отцу, если, хоть, имеешь маленькую веру, все возможно верующему. Вот этот отец падает на колени и слезами говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. И Господь исцеляет этого бесноватого отрока и говорит Своим ученикам, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеческие, убитых, убитых и в третий день воскресных. Вот этот отрывок, братья и сестры, он показывает и говорит нам, что Господь совершает чудо исцеления бесноватого отрока. В этом отрывке мы видим неверие учеников апостолов, неверие народа, неверие книжников, видим маловерие и сомнение Отца. И Господь, когда ученики спросили Его, почему мы не могли изгнать Его, Он сказал, по неверию вашему, и сказал, что все роды изгоняются молитвою и постом. Братья и сестры, Господь дал Своим ученикам различные дары. Это дар исцеления болезни, дар изгнания злых духов и возникает вопрос, почему же до этого они приходили и говорили, Господи, и бесы повернутся нам, а этот раз они не могли изгнать вот этого беса из вот этого несчастного отрока. Мы видим, что Господь, когда спросился с горы, они спорили с книжниками и хорисеями. Любой спор, братья и сестры, Он истощает наши духовные силы, Он опустошает нашу душу. И вот, братья и сестры, может быть, апостолы вот немного возгордились, когда они изгоняли бесов, вращевали людей. И при этом это говорит нам, что мы должны помнить, что любой дар, который есть у нас, это дар от Бога. И никогда не надо присваивать себе и гордиться. И мы видим, какой результат. Господь говорит, по неверию вашему. Но здесь, братья и сестры, мы видим картину исцеления не только отрока, но и исцеления этого Отца. Мы видим, как постепенно Господь приводит и исцеляет Отца, не только отрока, но и Отца. Он разговаривает с Ним, спрашивает, когда это с ним произошло, Он говорит из детска, говорит, что все возможно верующему. И таким образом пробуждает в нем вот эту искру веры. И он говорит, веру Господи, помоги нам умереть. Братья и сестры, сегодняшнее Евангелие напоминает нам о тех духовных лекарствах, о которых современный мир практически не помнит и которых не исполняет. Это пост и молитва. Да, многие из наших близких, в том числе мы сами, одержимы различными душевными и телесными болезнями. Но кто, прежде чем обратиться к врачу, прибегает к посту и молитве? Очень мало таких людей, братья и сестры. А эти духовные лекарства, пост и молитва, должны в первую очередь быть использованы нами, когда мы ощущаем какую-то немощь, которая объяла нас. Вот, братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии, когда Господь уже исцелил этого отрока, когда было предъявлено неверие Отца, в образе этого отрока показана душа, наша душа, которую исцеляет Господь. И Господь говорит, что мне надо быть преданным в руки человеческие, быть убитой и в трепетении воскреснуть. Вот, братья и сестры, казалось бы, Господь творит бесчисленные чудеса. Он насыщает хлебом, исцеляет, выгоняет злых духов. Но что Он получает в ответ? В ответ Он получает крики «Распни! Распни Его!». И вот так же и в нашей жизни, братья и сестры, очень часто мы, бывает, себе складываем такое мнение, что если я сделал кому-то доброе дело, то и я в ответ должен получить какое-то доброе дело. Но мы видим, каков путь Христа. И таков же путь каждого христианина, братья и сестры. Если мы творим какие-то добрые дела во имя Христа ради нашего ближнего, во-первых, не надо их показывать, а во-вторых, не надо ждать какой-то награды здесь, на земле. Очень часто бывает в жизни так, что сотворив кому-то добро в ответ, ты получаешь зло. Но не надо смущаться, братья и сестры. Мы видим пример Христа. Пример, который для каждого из нас. И вот сегодняшнее Евангелие, братья и сестры, должно это послужить для нас, уроком и нашей жизни. Напомнить нам о тех духовных лекарствах, постей и молитвы, которые мы должны продолжать, несмотря на некоторую усталость, вот нашу, уже четвертую неделю Великого Поста, но не смущаясь, совершать молитву, совершать пост, который укрепляет нашу веру и творить ради Христа добрые дела. Аминь. Спасибо, Господь Бог.